Здравствуйте, друзья! Это очередной выпуск, в котором вы узнаете о самых интересных событиях из автомобильного мира. Что ж, не будем тянуть резину и посмотрим, что же интересного нас ждет в сегодняшнем выпуске. В Астон Мартин проснулись и взяли, да и выпустили свой собственный мотор. Mercedes A45 AMG получил прибавку к мощности. BMW 8 серии очень плохо продается. Или как наступить на те же грабли? В Астон Мартин проснулись и взяли, да и выпустили свой собственный мотор. Видимо, компании надоела зависимость от подразделения Mercedes AMG, и они решили исправить эту ситуацию. Кто не в курсе, британский производитель в корень обленился и уже давно ничего нового в области моторостроения не создавал. По большей части, все доступные модели компании оснащаются V8 от Mercedes, и лишь флагманским автомобилям достается повидавший жизнь фирменный V12. Так вот, в компании настолько обрадовались этому событию, что взяли и рассказали кое-какие подробности о новом моторе. Итак, перед нами трехлитровая V-образная шестерка с двойным турбонаддувом и массой менее 200 кг. И на этом все. В Астон Мартин решили, что нам этой информации будет достаточно. Нет, конечно же, есть еще пара моментов. Во-первых, этот мотор станет частью гибридной силовой установки и будет использоваться во всех будущих моделях компании со среднемоторной компоновкой. Во-вторых, первая модель, на которой дебютирует это чудо инженерной мысли, окажется таинственный Астон Мартин Вальхала. И в компании обещают, что эта силовая установка будет выдавать на этом гиперкаре порядка тысячи сил, а разгон до первой сотни займет 2,5 секунды. Сам же гиперкар дебютирует в 2022 году. Именно тогда в компании и раскроют абсолютно все технические особенности силовой части двухдверки. А пока пускайте слюни. Мерседес А45 АМГ получил прибавку к мощности. Хотя зачем она ему, у него ее и так много. Но человек такое создание, раз может, значит сделает. И видимо тем же принципом мотивировались и тюнеры из рейс-чип. И предложили на выбор аж два варианта чип тюнинга. В первом случае, всего за каких-то 399 евро, малыш порадует вас отдачей в 479 сил и 533 ньютон-метра крутящего момента. А вот второй вариант вам обойдется в 699 евро. Зато вы получите отдачу на уровне 490 сил и 540 ньютон-метров крутящего момента. По-моему, довольно неплохая сделка. Но если вам этого мало или у вашего друга появилась BMW M5 и вы чувствуете себя униженным, что у вас меньше лошадей под капотом, тогда вам нужно идти к ребятам из Рентек. Эти парни времени зря не теряют и еще в начале года представили свой проект на базе новенького А45 АМГ с отдачей в 600 сил. Правда, динамические характеристики ребята не сообщают. Но давайте будем честными, друга на BMW M5 вы вряд ли сможете когда-нибудь догнать. Для этих целей есть Е63 АМГ. А вот пошуметь или погалдеть на улице это в самый раз. Напомню, что в базе А45 выдает 421 силу и 500 ньютон-метров крутящего момента, чего будет достаточно для большей части покупателей этого автомобиля. Новая BMW 8 серии очень плохо продается. Один из самых шикарных автомобилей компании почему-то не оправдывает возложенные на него надежды. По крайней мере, так нас уверяет издание Automotive News, которое пообщалось с американскими дилерами. А те, в свою очередь, проявили некоторую обеспокоенность, связанную с достаточно низкими продажами столь амбициозного автомобиля. Неужели BMW снова наступит на те же грабли и восьмерку постигнет та же участь, что и BMW 6 серии? Мы решили не верить всему на слово и провести свое личное маленькое расследование. И разобраться, как на самом деле обстоят дела у баварской двухдверки, дабы преждевременно не расстраивать очень чувствительных фанатов BMW, которые очень болезненно воспринимают любую негативную информацию касательно любимого бренда. Ну да ладно, шутки в стороны. Итак, если верить изданию Automotive News, то американским дилерам удалось продать за минувший год 4410 автомобилей, что, по словам дилеров, очень мало. Мы перепроверили эту цифру в двух различных источниках, и действительно все верно. Но здесь есть одна проблема. Человеку, который не следит за статистикой продаж, эти цифры ни о чем не говорят и вообще мало интересны. Поэтому мы решили сравнить продажи нынешней восьмой серии с моделью, которую она по сути заменила. Это BMW шестой серии. Для этого мы вернемся в 2004 год, когда на территории США начали продавать второе поколение шестой серии с индексом Е63. И в первый же год было продано 8198 автомобилей. Причем в 2005 году было реализовано уже почти 10 тысяч машин. Второе поколение F12 также показало хорошие продажи. И в 2012 году было реализовано 8208 автомобилей. Причем спад продаж начался лишь в 2016 году. И если основываться на этой статистике, то продажи новой восьмерки действительно не очень-то и радуют. Самое интересное, то что в Европе флагманская модель продается значительно лучше. За прошлый год европейскими дилерами было реализовано 6640 машин, но это все равно меньше, чем у шестой серии. Так что же это получается? Неужели восьмерка так плоха, что ее никто не хочет покупать? На самом деле все не так. Дилеры объясняют подобную ситуацию тем, что в BMW попросту забили на новую модель и не занимаются ее продвижением. Производитель в данный момент полностью сконцентрирован на пиаре кроссоверов, которые приносят намного больше денег, чем нишевый и очень дорогой продукт. Тогда вопрос, зачем вообще было выпускать эту модель, чтобы потом ее закрыть? Кстати, подобная ситуация прослеживается и в Mercedes S-Coupé, который последние три года продается настолько плохо, что в компании намерены снять с производства эту модель. И оно неудивительно. Подобные автомобили мало кого интересуют в нынешнее время. И сегодняшний покупатель отдает предпочтение просторным, доступным и комфортным автомобилям. О чем говорят очень высокие продажи кроссоверов и набирающая популярность электрокары, которые по сути и душат подобные модели. Так что будущее у новой восьмерки очень туманное. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Я с вами не прощаюсь, а говорю до свидания, так как завтра выйдет новое видео, в котором вы узнаете еще что-то интересное. А чтобы не пропускать наши выпуски, подписывайтесь на канал. Вам не тяжело, а нам приятно. Всем удачи, пока!